Можно ли прожить на одну пенсию? Этот вопрос особенно остро стоит для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Александр Буров, инвалид второй группы, знает ответ на этот вопрос. Молодой человек работает на двух работах. Несмотря на последние прибавки, пенсии катастрофически не хватает. Пенсии, конечно, можно понять, что не хватает, потому что работы еще. Пенсии около 13 тысяч. Больше всего приходится тратить средства на еду. На проезд. Конечно, говорит Александр, налоговые льготы есть, но информации о них он найти не смог. Признается, ее крайне мало. Многие льготы, для того, чтобы они заработали, нужно идти и добиваться, собирать документы. К сожалению, мало информации об этом. Вот раньше была реклама, как бы заплати налоги и спи спокойно, да, социально. Вот все знают. Вот если бы такая информация была о льготах. Для лиц с ограниченными возможностями действительно действуют налоговые льготы. Имущественные, земельные, транспортные и оплата госпошлины и нотариальных услуг. У нас заявительный порядок льготирования. И пока налогоплательщик не обратится в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении ему льготы по тому или иному имущественному налогу, соответственно, налоговый орган не сможет эту льготу применить. Значит, и мы рекомендуем всем рязанцам, которые относятся к льготным категориям, сделать это заблаговременно. Лучше всего, чем быстрее, тем лучше. Но хотелось бы все-таки до 1 мая, чтобы у нас все вновь ставшие льготниками категории заявили об этом. Так, например, от транспортного налога освобождены инвалиды и пенсионеры, имеющие специально оборудованные автомобили. И те, кто имеет в собственности автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Или мотоциклы. Для инвалидов и пенсионеров также существуют льготы на земельный налог, но распространяются только на один земельный участок. Также действуют льготы на имущественный налог. Это имущество должно быть освобождено от участия в предпринимательской деятельности. И, во-вторых, это следующее условие. Освобождается один объект каждого вида. Что это за объекты у нас? Это квартира или комната, это жилой дом, это гараж или машина-место. Также льготы действуют на оплату госпошлины и нотариальных услуг. Инвалиды и пенсионеры при уплате госпошлины или обращении к нотариусу имеют скидку 50%. Льготы распространяются также на детей инвалидов и их семьи. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город».